Сколько стоит один выстрел из лазерного оружия и на что способна система управления лазерной установки? В этом видео вы узнаете, в чем преимущество лазерного оружия перед огнестрельным и наоборот, как улучшились технологии производства лазерного оружия за последние 10 лет. Сегодня я расскажу вам, как прошли первые испытания боевого лазера. Что такое лазерное оружие? Такой вид оружия представляет собой разновидность систем направленной энергии, которая использует лазеры для нанесения повреждений. В последнее десятилетие научно-исследовательские организации Пентагона и коммерческие подрядчики продемонстрировали заметный прогресс в области боевых лазеров. Благодаря современным идеям и технологиям удалось вывести технические характеристики на уровень, который соответствует требованиям реальной эксплуатации. Прогресс последних лет обусловлен в первую очередь применением твердотельных лазеров. Современные образцы данного лазера, используемые в разных проектах, имеют мощность от 5, 10 до 500 кВт. Также лазер и сопутствующая аппаратура имеют относительно небольшие размеры и массу, вследствие чего не предъявляют слишком высоких требований к своему носителю. Это способствует появлению новых комплексов на разных платформах. Достигнутый уровень мощности не позволяет бороться с защищенными целями, однако практически гарантирует поражение целого ряда объектов, в том числе и движущихся. Уже показана возможность успешного поражения беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и многого другого. Дальность поражения подобных целей пока не превышает 13-19 миль. Этот параметр зависит исключительно от лазера. Актуальные потребности Пентагона и достигнутый уровень характеристик определили текущее положение дел. В настоящее время практически все боевые лазеры в Соединенных Штатах Америки разрабатываются в качестве средства противоракетной и противовоздушной обороны ближнего действия. Данный тип оружия продвинулся достаточно далеко, и в ближайшие годы первые образцы должны поступить в строевые части. Лазерные комплексы иного назначения тоже разрабатываются, но их количество невелико, а перспективы зачастую не ясны. ЛАВС Лейзер Вепон Систем Лейзер Вепон Систем – это система обороны, которая до сих пор публично применялась против беспилотных летательных аппаратов и имитаторов маломерных судов. ЛАВ Яба С использует инфракрасный луч от твердотельного лазера, который можно настроить на высокую мощность для уничтожения цели, или на низкую мощность для предупреждения или выведения из строя датчиков цели. Одним из преимуществ ЛАВС перед стрелковым оружием является низкая стоимость выстрела. Для каждого выстрела из этого оружия тратится лишь минимальная стоимость для создания энергетического импульса, тогда как боеприпасы и стрелковое оружие нуждаются в проектировании, производстве, обслуживании, транспортировании и хранении. А места в хранилище они занимают немало. Лазерное оружие малой мощности предназначено для борьбы с различными угрозами. Например, при применении оружия на таком уровне мощности появляется возможность ослепить человека без нанесения смертельных ранений. Это используется для того, чтобы отвести угрозу. Однако ослеплять кого-либо лазерным оружием запрещено законодательством Соединенных Штатов. А на высокой мощности до 30 кВт лава ДВС можно использовать для выведения из строя датчиков, двигателей и детонации взрывчатых веществ. Нацеливаясь на жизненно важную точку, лава ДВС может сбить небольшой беспилотник всего за 2 секунды. При столкновении с небольшими лодками лазер может быть направлен на двигатель судна, чтобы вывести его из строя. Это можно повторять многократно и быстро с другими лодками, потратив на каждую всего несколько секунд. Нацеливание на борт корабля будет более эффективно, чем на отдельных членов экипажа. Таким образом лава ДВС можно использовать для того, чтобы вывести различные устройства на корабле из строя. Помимо этого лазер может заставить ракеты, хранящиеся на корабле, сдетонировать. Против летательного аппарата, крупнее чем беспилотник, например вертолета, лава ДВС можно применить с той же целью. Лазер выведет из строя некоторые важные для управления компоненты, что приведет к крушению вертолета. Лазерная установка Лава ДВС была усовершенствована с помощью коммерческих лазерных разработок. По сути система представляла собой 6 лазеров, которые, хотя и не образуют единый луч, фокусируются на цели одновременно. При тестировании она вырабатывала 33 кВт, в то время как дополнительное развертываемое оружие, вырабатывающее от 60 до 100 кВт, устанавливалось на боевой корабль прибрежной зоны. История создания Проектирование и разработка Лава ДВС начались в марте 2007-го под руководством Центра надводных боевых действий военно-морских сил Дальгрена. В разработке также участвовали несколько университетов и промышленных фирм. В 2010-м Кратос Defense and Security Solutions получила контракт на 11 миллионов долларов. Контракт подразумевал поддержку Центра надводных боевых действий военно-морских в разработке ЛАО-АБОСЩЮ-С. Все это происходило в рамках программы военно-морских сил Соединенных Штатов Америки по системам направленного энергетического и электрического оружия. За несколько лет подготовки и испытаний военно-морские силы потратили около 40 миллионов долларов на исследование, разработку и испытание лазерного оружия. Он наводилось на цели с помощью радара Phalanx CIWS. Точный уровень мощности, используемый ЛАО-АБОС, варьируется в диапазоне от 15 до 50 киловатт для поражения небольших самолетов и скоростных катеров. Оружие, направленное энергии, разрабатывалось по экономическим причинам, так как его можно использовать менее чем за один доллар за выстрел, в то время как обычные артиллерийские снаряды и ракеты могут стоить тысячи долларов каждый. Военно-морской флот на тот момент уже проводил испытания энергетического оружия, в том числе мегаваттных химических лазеров в 80-х годах. Выяснилось, что их химические вещества невероятно опасны для использования на кораблях, поэтому они перешли на менее мощные волоконные твердотельные лазеры. К другим типам относятся твердотельные пластинчатые лазеры и лазеры на свободных электронах. Лазерное оружие, такое как ЛАИ-WS, изначально предназначалось для того, чтобы дополнять другие системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не заменять их. Хотя лазеры значительно дешевле и имеют практически неограниченный боезапас, их лучи в то время могли быть нарушены атмосферными и погодными условиями. Помимо этого, они ограничены стрельбой по видимой цели. Это было необходимо для того, чтобы постоянно удерживать луч на цели. Лазерное оружие должно было быть установлено на USS PONS летом 2014 года для испытаний в течение следующих 12 месяцев. Во время испытаний использовалась система управления ближним оружием, которая позволяла лазерному целеуказателю отслеживать опасность. Однако не у каждого транспортного средства есть такая система управления, которая сможет заранее предупредить об угрозах. Например, за рулем автомобиля вас некому предупредить об опасности и уберечь ваше авто от повреждений. И если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП. Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Испытания. Лазерное оружие было размещено на PONS в конце августа 2014 года в Персидском заливе в составе 5-го флота Соединенных Штатов. Это было сделано для проверки возможности использования лазерного оружия в сложных погодных условиях. Например, в морской среде, в условиях жары, влажности, пыли и соленой воды. А также для определения энергозатрат. Система имела различные уровни мощности, которые позволяли стрелять слабым лучом, чтобы оставить подозрительное судно без оборудования. А затем стрелять более мощными лучами, чтобы физически уничтожить цель. В сентябре 2014 года лазерное оружие было признано боевым средством. Поэтому командиры кораблей получили разрешение использовать его для самообороны. Согласно положениям конвенции о конкретных видах обычного оружия, люди не могут являться целью этого оружия. Но в число целей входят беспилотные летательные аппараты, вертолеты и быстроходные патрульные суда. Военно-морской флот публиковал видео, на котором лазерное оружие LAWS выводит из строя беспилотный летательный аппарат Scan Eagle, взрывает реактивную гранату и сжигает двигатель надувной лодки с жестким корпусом. По словам официальных лиц, оно работало лучше, чем ожидалось. По сравнению с сотнями тысяч или миллионами долларов за ракету, один лазерный выстрел в те времена стоил всего 59 центов. LAWS состоял из лазерных компонентов и запатентованного программного обеспечения военно-морских сил. Питался и охлаждался с помощью дизельного генератора, отдельно от электрических систем корабля. Это обеспечивало более высокую эффективность по сравнению с потребляемой мощностью на 35%. LAWS был установлен на надстройки корабля над мостиком. Его оптика была полезна в качестве средства наблюдения, способного обнаруживать объекты на неопределенных, но тактически значимых расстояниях. Моряки сравнивали ее возможности наблюдения с космическим телескопом Хубэл-Лэ в море. Моряки ежедневно использовали его для наведения на цель и тренировок, чтобы выводить из строя или уничтожать учебные цели, а также для идентификации потенциальных угроз. Система управлялась с помощью монитора с плоским экраном игрового контроллера, встроенного в боевую систему корабля. Поэтому управлять оружием мог любой, у кого был опыт игры в обычные видеоигры. Система хорошо работала в неблагоприятных погодных условиях и была способна функционировать при высокой влажности и после пыльной бури. Однако не ожидалось, что система будет работать во время сильных песчаных бурь. Ее даже не тестировали в таких условиях, потому что в этом не было особого смысла. La Wien Dado S показал себя настолько хорошо, что руководство флота решило оставить его на понтс до тех пор, пока он находился в море. Но различные проблемы помешали запуску La Wien Dado S в серийное производство. Будучи прототипом для разработки, он имел огромные конденсаторы для медленного заряда. Время зарядки было слишком долгим, а также возникли сложности с отслеживанием небольших целей. Кроме того, появились и другие проблемы. В результате от La Wien Dado S было решено отказаться и начать разработку улучшенной версии системы. Helios Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки давно интересуются темой боевых лазеров и успели начать несколько программ в этой области. Так, например, в середине десятых годов они запустили проект Surface Navy Laser Weapon System или «Лазерная система вооружений для надводного флота». Заявки на участие в этой программе подали различные коммерческие компании с опытом в сфере разработки лазеров. В январе 2018-го военно-морские силы подвели итог конкурсной части программы и выдали контракт на дальнейшие работы компании Lockheed Martin. Ее проект получил собственное обозначение Helios или High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance или высокоэнергетический лазер с интегрированной функцией подавления и разведки. Для завершения проекта и изготовления опытного комплекса Helios понадобилось менее двух лет. В 2019-м его отправили на заводские испытания, а в следующем году передали заказчику. На этом этапе испытания проводились на сухопутных полигонах с использованием специального стенда, имитирующего необходимые конструкции и системы корабля-носителя. Первые этапы испытаний и оценки данного лазера завершились в 2020-м году. Боевой лазер подтвердил расчетные характеристики и продемонстрировал возможность поражения типовых целей. После этого военно-морские силы приняли решение о начале подготовки к следующему этапу испытаний. Таким образом, в течение нескольких последних лет военно-морские силы Соединенных Штатов Америки проводили войсковые и эксплуатационные испытания перспективного боевого лазера Helios. Недавно стало известно, что это изделие успешно справилось со всеми проверками и подтвердило расчетные тактико-технические характеристики. В обозримом будущем Пентагон может запустить серийное производство таких систем и начать их развертывание на кораблях-носителях. Первые испытания. В 2020-м, 2021-м годах боевой лазер смонтировали на корабле-носителе. Опытным кораблем для проведения испытаний был выбран строевой эсминец USS Preble проекта Arley Berg Flight. По какой причине был выбран именно этот корабль? Военно-морские силы не уточняли. Вероятно, такой выбор был связан с графиком вывода вымпелов на средний ремонт. Боевой лазер разместился в носовой части надстройки, на ее выступающей части. На других эсминцах Arley Berg Flight в этом месте размещаются различные вооружения и системы. Такое расположение было выбрано не просто так. Оно позволяет лазеру Helios охватывать практически всю переднюю полусферу корабля-носителя, за исключением небольших мертвых зон впереди и по бокам. На мостике был установлен пульт управления лазером. Для повышения боевых качеств его интегрировали в общекорабельную боевую информационно-управляющую систему EDGIS. С 2021 года регулярно сообщалось о проведении испытаний лазеренной системы Helios на корабле-носителе. Все подробности этих испытаний не раскрывались. Однако известно, что велась отработка общих вопросов применения лазера и осуществлялись стрельбы по целям различных типов. Кроме того, проверялись альтернативные режимы работы лазера. В январе 2025 года Управление Министерства обороны Соединенных Штатов по оперативным испытаниям и оценке предоставило Конгрессу ежегодный отчет о разрабатываемых проектах и проведенных мероприятиях. В этом документе несколько раз упоминался проект Helios и его достижения в 2024. Должен отметить, что данные от Управления Министерства обороны Соединенных Штатов по оперативным испытаниям и оценки на данный момент являются наиболее полными среди доступных в открытых источниках. В документе сообщается, что в ходе испытаний боевой лазер нового типа продемонстрировал расчетную мощность излучения до 60 кВт. Он способен поражать различные воздушные и надводные цели на дистанциях не менее нескольких миль. На сниженной мощности Helios успешно используется как средство оптико-электронного подавления или как дальномер. Высокие характеристики также продемонстрировали штатные системы управления огнем и боевой модуль с лазером. Работая самостоятельно, система управления уверенно сопровождала типовые цели и наводила на них свое оружие. Сопровождение сохранялось на разных скоростях и при маневрах корабля или цели, а также в различных погодных условиях. Впрочем, в открытом документе не приводятся наиболее важные и интересные сведения. Остаются неизвестными режимы работы боевого лазера, необходимое время воздействия на цель того или иного типа, а также реальные дальности поражения, в том числе в разных погодных условиях. Более того, информация такого рода вряд ли будет опубликована в обозримом будущем. Характеристики Helios предлагает не только лазер, но и полноценный боевой модуль, пригодный для установки на различные корабли-носители. Изделие может монтироваться практически в любой части палубы или надстройки при наличии возможности подвода соответствующих коммуникаций. Также в состав комплекса входит станция управления, помещаемая на мостике корабля рядом с постами управления иным вооружением. Боевой модуль построен на основе U-образного опорно-поворотного устройства, за счет которого осуществляется горизонтальная и вертикальная наводка. Углы наведения зависят от конструкции корабля и размещения модуля. Например, в случае с эсминцем Preble задняя полусфера перекрыта надстройкой. На опорном устройстве устанавливаются два качающихся блока с целевой аппаратурой. В центральный блок входит сам лазер и основные оптико-электронные средства. Также имеется дополнительный боковой блок, назначение которого пока неизвестно. При наведении оба блока качаются синхронно. Опытный комплекс Helios оснащен твердотельным лазером мощностью 60 кВт. Компания Lockheed Martin заявляет, что эта система является модульной и ее мощность можно довести до 120 кВт. Также разрабатывается модификация лазера на 300 кВт. На максимальной мощности опытный лазер способен прожигать пластиковые и металлические конструкции, таким образом разрушая цель. Дальность поражения воздушной или надводной цели зависит от нескольких факторов. Например, особенности ее конструкции или погодных условий и многого другого. Ожидается, что более мощные модификации Helios будут демонстрировать улучшенные дальность и скорость поражения цели. Система управления комплексом имеет все необходимые средства для приема данных, а также слежение за окружающим пространством и управление стрельбой. Важной особенностью Helios остается возможность интеграции с существующими или перспективными системами управления кораблей. Интеграция Helios и системы управления дает очевидные преимущества. Она позволяет упростить состав системы управления лазерным комплексом без потери в боевых возможностях. Помимо этого, боевой лазер получает доступ к данным от более эффективных средств обнаружения. Благодаря этому оператор Helios может полностью отслеживать окружающую корабль обстановку и узнавать об угрозах задолго до того, как они войдут в зону поражения. Итак, мы рассмотрели множество аспектов лазерного оружия. От его принципа действия до потенциальных применений. Лазеры открывают новый горизонт возможностей в области обороны и безопасности, предлагая высокую точность и скорость реакции. Как общество, мы должны рассмотреть последствия и ответственно подходить к внедрению новых технологий в военную сферу. Если вам понравилось мое видео и вы хотите больше подобных роликов, не забудьте подписаться на канал. Как вы относитесь к лазерному оружию? Делитесь своим мнением в комментариях. Буду рад вашим ответам.